Рябы, но равномерной, очень невкусна в живописи. Поэтому полбельца, ты правильно рассуждаешь про вырезание, но прежде чем мы положим белельца, мы сначала некоторыми темницами и как бы чуть другим цветом, как бы в большей степени ультрамарином, синюшкой цвета, уложим идею очертаний гор. Сразу уже, вот как они... Формируя, да, формируя их склоны и прочее. То есть вот здесь какой-то синий склон, вот здесь синий склон. Потом возьмем белельца и прямо на это начнем укладывать снег. Рваными, рыхлыми укладками, формируя идеи. А то, что здесь зеленовато, не надо. Потом подложим, да, потом подложим и зеленцу. Давай так. Чтобы указать объемность. Вот, ты понимаешь, что ты там такое подробное? Ну, слишком подробное. Ну, все-таки мы должны понимать, в какую меру мы можем прорисовать и в какую не можем. Будь то с картины художника другого, будь то с фотографии, мы должны понимать меру, в которую мы можем прорисовывать. Если бы живопись только бы прорисовывала, то, конечно, академическое образование и все. И больше художнику ничего не надо. Чертежик сделал в местности. Нет. От живописи требуются поэтические решения. Вот, если посмотреть на горы этого Рериха, ну, это же вообще обобщение на обобщениях. Однако, очень любят его многие, как живописцы, я не имею в виду все остальное. И, в общем-то, по праву. Ну, и другие художники тоже, если посмотреть, вовсе не пытаются все прорисовывать. Хотя именно этот художник пытается. Но я тебе гарантирую. Я вообще сначала думала, что это фотография. Да, но я тебе гарантирую, этого художника холсты в несколько раз больше, чем наш. И ему можно себе позволить повырисовывать. Мало того, он вырисовывая знает, что делает. Ты знаешь меру, некую, недостаточную для полной прорисовки. Поэтому, учитывая эту свою некоторую немощь, причем это учитывают и другие художники. Некоторые художники нахально не учатся прорисовывать и не умеют, и даже если бы учились бы, не смогли бы так, как другие их коллеги по цеху. Но у них результаты более интересны в силу того, что они, не справляясь с рисунком, ищут выходы из положения. И находят, и становится их живопись более интересной, более поэтичной. Поэтому, и ты тоже старайся быть как они. А если захотелось, вот, допустим, чуть-чуть можно дымом и прочим, но тоже более обобщительной. Лежачая кисть, обобщительная. Ну, я несколько раз подкладывал розовый, но, как же, ты его не приметил. И, конечно, одним только зеленым он не хочет быть красивым. И частично конструкциями снега туда увлечь. Приврать, может быть, чуть-чуть. То есть, если правдиво не получается, то приврать. Я согласен, там это ущелье будет. Очень подходящее. Приврать. Закидать его снегом, например. И уже понятно, в этом провисающем. Плюс, допустим, облака. Ты согласна? Посмотри, как они заслонив, создали эффект пространства. Чем больше что-либо заслоняет, тем больше эффект пространства. Здесь хорошо, немножечко темновато. Чуть-чуть я его... Чуть-чуть, чуть-чуть. А как только появятся вот эти красотки, Смотри, зигзаг, как лодочка, а другая больше висит у нее, кстати висят и здесь, внизу здесь чуть-чуть висят. Зигзаг обязательно, а потом кистью доиграть кончички, хотя некоторые кончички и так хорошо сложились, поэтому их и доигрывать не надо, если что, доиграть кончички. Как только появилась еще и эта заслоненность, тут все уже стало на свои места, плюс и вот этим местом заслоним. Здесь у тебя тоже темно, густистое, заслонишь, подтеплишь. И вот этим чирком с небольшим чирком создашь этот разнообразный коврик, но обязательно, чтоб лежачий характер укладки нарочил. Согласны, да? Вот такое. Посмотри, как сразу. Посмотри, как сразу. А там, кстати, как будто она еще туда было приходит. Ну да, ее надо закрыть немножко. Кусты чуть-чуть подсыпать. Можно сюда чуть-чуть, там нет этого, а ты скажем, акцент кустов сделай сюда, а здесь оставь пустоту. Прикольно? Многие этих елей, а вот этот заборчик темный, он переместится сюда. И уже у тебя совсем другой сюжет вот в этом месте. Ну и сюда соответственно, да? Я тоже туда немножко делаю. Уже здесь густятинку понатыкать. Густятинку, чтоб она прямо мятно отличалась от дальника. Ну и здесь добить эту густятинку. Слушай, как сразу. Ой, какая хорошенькая. Здесь две каменюки. А, ты их чуть обозначила. Вот я их просто обозначила. Ну, можно. В принципе, неплохо ты их обозначила. Чуть-чуть хочется. А, это просто, я думаю, надо это. Можно и кистью, можно чуть нашвырять, натоптать. Тоже, видишь, зигзагом раздаю. Вот и там что-то взросло. Пусть. 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 Как-то вот там вот, вот этот пенгуру какой-то он получается, непонятно, вроде как в тумане. Нет, нет. Елка, да? Еще одну елочку. То есть, зигзаг, удаление елочек. То есть, между собой они создают зигзаг. Ну, как ход. Ты здесь не пыталась, да, вот это вот? Нет, я не пыталась. Лежачей кистью, вот, лежачей кистью дадашь. Легкие такие прикосновения. То есть, это не надо именно просто ветки. Смотри, вот, лежачей. Я думаю, лучше иголки, что не надо их прислать. Смотри, как они. Немножко подчеркиваю вниз. Чуть-чуть подчеркиваю. Оно, так? Угу. Вот такое что-то. Стволичек. Чуть-чуть с красниночкой, чтоб он отличался от собственной зелени. Чуть-чуть с красниночкой. Даже если он на картинке или на фотографии кажется зеленоватым, не надо. Пусть немножко с красниночкой. Ну и плюс теплинка. Особенно вот эта молодая поросль. Которая тоже не везде наросла. Да? Угу. Вот такой зигзаг. То же самое. Докидаешь. Так. Можно чуть-чуть цветоников теперь к этому, что положено. Чуть-чуть цветоников уже вот такого рода. Стайками, зигзагиком в горизонталь выстроенные зигзагики. И вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Отех. 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 А с камнем так? Или камень что-то? Да нет. Нормальный. Пускай будет. Ну и вот здесь может быть яркости зелени. подсунуть. Сейчас. Сейчас надо. Ты понимаешь? Все. Оно уже на переднем плане. Вот здесь тебе пороху не хватило все-таки наярчить. Укладку сделала хорошую, а пороху наярчить не хватило. Ты согласна? Смотри как. Да. Ну и плюс цветочки. Только надо ее поддавить. Плюс нарядные розовато-желтые цветочки. То есть аж вот такую яркость. Аж с белизной. А после цветочков такие вовсе. А можно еще вопрос? Ну здесь вот хорошо, что оно закрыто. Там пошло, да? Такая прям туманка под облаками. А вот здесь вот как-то вот оно тоже. Здесь мне кажется тоже что-то надо закрыть. Иначе. Что мы не можем себе стакан сока позволить. Или, например, другая мысль. Что мы не можем себе... Что мы можем себе это под стакан сока позволить. О, пожалуйста. Вот тебе облака, которые перекрыли. Логично. Мы же только здесь сделали этот шар. Чуть что не так перекрыло облаками. Чуть что не так цветами. Чуть что не так деревами.